Тот, кто научится использовать эти инструменты по своему выбору, умело, естественным образом станет очень влиятельным человеком. Человек — это только возможность. Можно превратить его в более высокую возможность. Для этого потребуется немного отточить инструменты. Саддханапада — это... Саддхана — значит инструменты. Пада — значит период времени, когда мы подготавливаем эти инструменты. Какие инструменты у нас есть? Если у вас винтика в голове не хватает, возможно, у вас есть отвертка. Да? В противном случае, как человек, единственный инструмент, которым вы обладаете, это ваше тело, ваш ум и ваши энергии. Вот инструменты, которые у вас есть. Тот, кто научится использовать эти инструменты по своему выбору, умело, естественным образом станет очень влиятельным человеком. Тот, кто не научится использовать ни тело, ни ум, ни энергии, сознательно и с мастерством, всегда будет считать, что мир несправедлив. Кому-то везет. Я умнее, чем он, но все любят его. Все вы слышали такие истории. Вы можете быть неудачником с кучей оправданий и философий, либо можете просто быть успешным человеком. Вот и весь выбор. Вот и весь выбор. Тот, кто не ладит с собой или с миром, всегда жалуется. Я стал таким, потому что мой отец не был добр ко мне. Если ты такой непутевый, как он мог быть добр к тебе? Я не пытаюсь обидеть вас, но если в таком молодом возрасте вы такие непутевые и неприятные, то ваш отец должен быть вдвойне отвратительным и неприятным для его возраста. Да? Ведь он прожил гораздо дольше, чем вы, не так ли? Да? Может, жизнь потрепала его гораздо сильнее, чем вас, а ему вдобавок пришлось еще и жить с вами. Если вы хотите делать садхану, если вы хотите научиться эффективно использовать эти три основных инструмента в своей жизни — тело, ум и энергию, первое и самое главное. Мы повторяли это с первого дня внутренней инженерии, что все, что происходит — хорошее, плохое, приятное, неприятное — внутри меня или снаружи, все это — только я. Да? Вы прояснили это для себя? Достигну успеха — дело во мне, не достигну — дело во мне. Вы решили это для себя? Садхгуру, мы думали, ты сделаешь это за нас. Садхгуру, мы думали, ты сделаешь это за нас. Когда вы в начале своей жизни, вы должны решить для себя, чтобы вы сами никогда не были проблемой в своей жизни. Ваше тело, ум, энергии не будут проблемой. Да, во внешнем мире будут существовать некоторые проблемы, но если это не проблема, мы сможем с ними справиться. если это будет становиться проблемой в каждой сложной жизненной ситуации, тогда все, что вам останется — это избегать сложностей. Если вы будете избегать сложностей, то вы будете избегать и возможностей этой жизни. вы просто превратитесь в творожный рис. Вам подают такой? Надеюсь, что нет. Понимаете, все всегда знали, что он вызывает отупение. В Таймалнаде и в начальной, и в старшей школе все учителя, если считают какого-то ученика глупым, говорят… На тамильском это означает «ты что, поел творожного риса перед тем, как сюда прийти?» Так что они знали, что он вызывает отупение. Но не только ученики ели его перед школой, учителя тоже. Так что… Отупение — это чудесно. Оно позволяет избежать многих проблем, ведь вы даже не будете знать об их существовании. Чтобы понять, что что-то не так, потребуется некоторый интеллект. Так все в порядке. Есть два способа избежать проблем. Не помню, кто именно сказал… Ангелов. Проблемы не коснутся из-за работы их интеллекта. А животных — из-за отсутствия его работы. Но человек находится где-то между ними, постоянно страдая, ведь он еще только возможность, но еще не реальность. Человек — это просто возможность. Вы можете превратить его в высшую возможность, или вы можете столкнуть его вниз, в низшую возможность. В основном это зависит от того, насколько эффективно вы можете использовать свое тело, ум и энергии. Вопрос в том, будете ли вы использовать их, или они — вас. Когда я говорю «они будут использовать вас», без предубеждений, не глядя на людей свысока, просто внимательно понаблюдайте. Чему посвящены их жизни? Жизни большинства людей на этой планете посвящены обслуживанию своего тела, удовлетворению своих психологических потребностей и эмоциональных нужд. Вот и все. Да? Вся их жизнь построена только на этом. Вы можете называть это бизнесом, карьерой, семьей, домом, но все это служит для удовлетворения потребностей, физиологических и психологических. На это уходит целая жизнь, не так ли? Вы сами скажите мне. И я приму ваше мнение. Вы мне не верите. Это правильно. Физиология и психология существуют для того, чтобы служить вам, или для того, чтобы вы служили ей? Она должна служить нам. Но большинство людей сами служат ей всю свою жизнь. Пока едят завтрак, они уже думают о победе. Когда обедают, уже планируют, что будет на ужин. Вот так. Все вращается вокруг еды, убежища безопасности, эмоций по отношению друг к другу и так далее. По сути, вся жизнь строится на физиологических и психологических потребностях. И это называется нормальной жизнью. Моя цель, чтобы вы стали ненормальными, чтобы вы использовали свое тело и ум для улучшения жизни, а не для ее порабощения. Чтобы это случилось, нам нужно немножко заточить инструменты. А иначе в пять утра тело говорит, эээ, что за ерунда, давай-ка ложись обратно спать. Я думаю, что люди, которые хотят умереть, делают так. А если люди хотят жить и делают так, что это? Те, кто хотят умереть, закрывают глаза, и те, кто хотят жить, должны бодрствовать, чтобы поймать первые лучи Солнца, прежде чем они коснутся планеты. Вы должны быть первым, кто поймает солнечные лучи, не насекомые, не птицы, не трава. Вы должны быть первым, кто их получит. Каждый день, в течение следующих двух недель, просто ловите первые лучи Солнца на своем теле и смотрите, что с вами будет происходить. Вы станете жить совершенно другой жизнью. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok